Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. В бюджете нема, но шейно, этих убогих людей. И все. Хай вони подохнут. Правда, которую скрывают. Провокации, бедарды будут бросаться в народ Украины. Семнадцатый канал. Это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. От конец года Украинская залезница решила провести небольшие перемены. И отменила почти 50 ночных поездов дальнего следования. К чему такие перемены и какие еще ждать реформы от Украинской залезницы, мы обсудим сегодня на протяжении программы. Добрый вечер, это программа «Война и мир» и я ее ведущая Ольга Волкова. Теперь железнодорожный билет будет возбуждать больше, чем лотерейный. С декабря месяца Украинская залезница отменяет 48 ночных поездов. Взамен пускает несколько дневных. Правда, в цене они будут стоить в два раза больше. Смотрите сегодня, 4 декабря, 19.00. Программа «Война и мир». Сегодняшним нашим гостем стал Александр Кава, экзаместитель министра инфраструктуры Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Правда, мы сегодня приглашали представителей Украинской залезницы, так как им необходимо было бы прокомментировать данную тему. Но вот внезапно все руководство, буквально все, поехало в Одессу на празднование юбилея Одесской железной дороги. Удивительно, что никто не остался вот в Киеве, не мог к нам прийти, но надеюсь, что все-таки праздник удастся на славу. Я могу сказать, что вас ввели в заблуждение. Руководство Украинской залезницы осталось в Киеве, просто они не хотят комментировать эту тему. Возможно, и такой вариант. Александр, вот Украинской залезницы скажет, что 48 ночных поездов дальнего следования будут отменены как раз с этого месяца. В связи с чем такие перемены? Неужели на самом деле они не востребованы, и поезда не заполняются, и необходимо их все эти ликвидировать? Ну, смотрите, традиционно новый график вступал в силу в конце мая, начале июня. Вот все пассажиры привыкли к тому, что в конце мая меняется традиционное расписание. С этого года было решение руководителей железных дорог пространства 15-20, это те страны, которые имеют такую же колею, как и Украина, о том, чтобы гармонизировать ведение графика поездов с европейцами. А в Европе это происходит в середине декабря. И потому 2015 год стал первым годом, когда введение нового графика на территории Украины проводится с 13 декабря. То есть вот через две недели начнет действовать новый график. И в этом новом графике внесены соответствующие корректировки. У нас это первый случай, или уже ранее было вот такое количество рейсов, которые отменяют? Ну, тут есть такая проблема, что из-за тех сложностей, которые сейчас есть в руководстве Укрзалезницы, ну, в принципе, все видят, что происходит у нас в правительстве, а и госпредприятия, они не исключение. Они не смогли просто правильно объяснить, какие изменения вносятся в график. На самом деле 48 поездов не отменяется. Отменяется всего лишь несколько поездов, при этом появилось несколько и новых ночных поездов. Просто из-за отсутствия слаженной информационной политики, из-за отсутствия правильного донесения информации возникают такие казусы, когда пресс-служба Укрзалезницы распространяет взаимоисключающие новости с небольшими перерывами. Хорошо. Ну, вот если отменять несколько рейсов, там самые популярные, насколько я помню, Киев-Харьков, Киев-Одесса и, кажется, еще в Запорожье. Тем не менее, цены, наверное, возрастут на именно эти рейсы, которые остались в этих городах? Ну, что касается цен, то цены остаются неизменными, если мы говорим о ночных поездах. Да, Укрзалезница может немножко корректировать цены там на фирменные поезда, зависимо от коэффициента фирменности, который присваивается тому или иному поезду. Что касается дневных поездов, то там есть тоже несколько категорий поездов. Есть Интерсити Плюс и Интерсити поезда. Эти поезда обычно дороже, чем ночные. Но есть и региональные поезда, есть региональные экспрессы, цены на которые обычно ниже, чем стоимость проезда в ночных поездах. Ну, уехать теперь-то будет сложнее или все в порядке будет? Нет, в принципе, особых сложностей не будет. Да, корректировки в графике проведены, но эта процедура происходила ежегодно. Просто обычно, когда железная дорога работала в нормальном режиме, они правильно коммуницировали информацию и никаких сенсаций не происходило. Просто старый график отменялся, вводился новый график. А сказали, что вот отменяясь поезда ночного следования, взамен будут введены скоростные дневные. Так понимаю, будут введены дополнительные рейсы. Соответственно, на эти рейсы какие будут поезда переброшены? Вот, опять же, Укрзалезница не приобретала новые поезда, чтобы их водить. То есть, если говорить о дневном сообщении, о котором говорили у нас в стране уже более пяти лет, то никаких новых поползновений в эту сторону не делается. То есть, количество поездов, оно остается неизменным. А сейчас у нас работает 10 поездов Интерсити Плюс производства компании Hyundai Roten. Они работают на маршрутах из Киева, во Львов, Трусковец, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Красноармейск и Одессу. Два состава скоростных производства Крюковского вагоностроительного завода, это составы ЭКР-1, и два состава локомотивной тяги, также производства Крюковского вагоностроительного завода. Эти составы работают на маршруте Киев-Тернополь и Киев-Одесса. Вот, потому никаких дополнительных поездов нет, и, соответственно, назначать новые поезда Укрзалезница возможности не имеет. Ну, заявление просто такое прозвучало, что будут введены, я так понимаю, если не эти новые скоростные, соответственно, они, наверное, те старые поезда, которые ночью следовали, они просто на дневное время перенесут? Нет, просто Укрзалезница довольно давно рассказывает о необходимости перехода на дневные поезда. На самом деле это чушь в тех условиях, которые есть сейчас на территории Украины, поскольку дневное сообщение, как показывает мировой опыт и европейский опыт, оно уместно только в том случае, если время в пути составляет 2-3 часа, ну, максимум 5 часов. Больше 5 часов ехать в дневном поезде это абсолютно неудобно и некомфортно для пассажира. Для этого сегмента как раз и есть ночные поезда. Более того, в Европе в последние годы очень активно начал развиваться сегмент ночных поездов. Европейцы возвращаются к этому сегменту, поскольку они начали экономить свое время, они начали считать свое время. И пассажиру на большое расстояние гораздо удобнее ехать ночью, чем сидеть в кресле там 8-10, а то и 12 часов. К сожалению, специалисты Укрзалезницы, они не отслеживают те тренды, которые есть на мировом рынке железнодорожных услуг, что касается пассажирских перевозок. И получаются такие ляпы. Более того, Украина имеет самую низкую плотность населения среди всех стран Европы. Что это означает? Это означает, что украинский пассажир находится в поезде гораздо дольше, чем в любой из стран Европейского Союза. А чем дольше находится пассажир, тем более комфортными должны быть поезда. Соответственно, тем более предпочтительной является перевозка пассажиров в вагонах с кушетками. А что имеется в виду, что украинский пассажир более дольше находится? Чаще пользуется услугами? Нет, смотрите, плотность населения у нас меньше, самая маленькая, чем в любой европейской стране. Потому расстояние у нас гораздо больше между городами. Например, в Европе через каждые 100 километров вы можете попасть в крупный город с населением 200-300 тысяч. У нас расстояние может быть 300-400 километров. Например, от Киева в направлении Полтавы ближайший крупный город аж через 350 километров. В Европе расстояние гораздо меньше. Знаете, я довольно часто езжу в Харьков. Вот ночным в основном обычно пользовалась это почти, ну сколько там, 9 часов где-то он так 8. 8, да. И вот тот же самый интерсейд здесь скоростной. Он доезжает за 4,5 где-то часа. Да, 4,5. Но вот самое интересное, что скорость у него не всегда везде одинаковая. И мне казалось бы, если бы он ехал по станции одной и той же скоростью, я бы доезжал намного быстрее. Если он все-таки повысит скорость, я так понимаю, услуги будут стоить дороже на такие поезда. Нет, ну смотрите, начнем с того, что повышать скорость в ближайшей перспективе Укрзалезницы не будет из-за отсутствия денег на вложения в инфраструктуру. Потому что вложения в инфраструктуру, они самые дорогие. И для того, чтобы привести там линию Киев-Полтава-Харьков до скорости 200 км в час, необходимо инвестировать в нее более миллиарда евро. Украина в ближайшем будущем, конечно, не сможет позволить себе такие деньги. Простите, перебью. А вот эти деньги, на что они необходимы? Рейсы поменять? В первую очередь, необходимо спрямлять кривые. Ну, то есть, на этой линии есть очень много кривых или поворотов малого радиуса. Чем больше скорость движения поезда, тем более пологими должны быть кривые, ну или повороты, как более понятно для телезрителей. Вот, к сожалению, наши железные дороги строились там преимущественно в конце 19-го, в начале 20-го века. Они были рассчитаны на совсем другой уровень скорости. Но то, что было сделано у нас перед Евро-2012, это действительно был огромный шаг вперед. Поскольку Украина получила сеть скоростных поездов, которые начали развивать максимальную скорость 160 км в час, а средняя скорость, этот показатель гораздо важнее для пассажиров достигает 117 км в час. Это самый высокий показатель средней скорости для Центральной и Восточной Европы. Более того, в Финляндии, где максимальная скорость поездов 220 км в час, наивысший показатель средней скорости на территории Финляндии 114 км в час. Это меньше, чем у нас поезда развивают при 160 км в час. А насколько вот сейчас оправданы эти цены на железнодорожные билеты, которые мы имеем. Просто я знаю, что есть вот такая форма, что если я покупаю билет за 2 или за 3 дня до отправки, нужной мне даты, то цена каждый день возрастает. Или вот в выходные дни, если я приобретаю билет, то она стоит дороже, нежели я покупаю в будни. Ну, смотрите, на Укрзалезнете сейчас действуют два поправочных коэффициента. Один – это когда вы покупаете заблаговременно билет, более 30 дней. И второе – это то, что в разные дни применяется разный поправочный коэффициент. В дни максимального спроса цена билета увеличивается, в дни минимального спроса цена немного уменьшается. Например, дорогие билеты в пятницу и в воскресенье, когда много пассажиров, и в понедельник, когда много пассажиров едут. А в субботу и в среду, например, цены снижаются. Но если мы посмотрим вообще на уровень цен, который есть на поезда на территории Украины, то наши поезда самые дешевые в Европе и, возможно, одни из самых дешевых в мире даже. Даже так? Да. Скажите, вот отмена нескольких рейсов, которые анонсировала Укрзалезнете, кому они станут выгодными? Вот кто-то может заработать на отмене этих рейсов? Ну, необходимо понимать, что железная дорога, она не является монополистом вопреки тем заблуждениям, которые очень часто мы слышим даже от чиновников Мининфраструктуры. То есть пассажир всегда имеет возможность выбрать, на каком виде транспорта ему ехать, например, из Киева в Полтаву, из Киева в Харькове, из Киева в Одессу. И железная дорога находится в равных конкурентных условиях с автомобильным транспортом, с внутренними авиационными перевозками. И пассажир, уже исходя из своих потребностей, исходя из своих финансовых возможностей, выбирает тот вид транспорта, на котором ему будет удобнее доехать и расписание которого для него более приемлемо. Вот в нашей стране очень много льготных категорий, и эти категории очень часто пользуются услугами, льготными как раз пособиями, когда покупают бед, в общем, они используют свои льготные пособия. Говоря, очень большой спой на эту тему, что вот это приносит большой убыток железной дороги. На самом деле это так. Ну, смотрите, здесь нужно отделять мухи отдельно, котлеты отдельно. У нас есть пригородные перевозки, где тариф сейчас покрывает от 8 до 15 процентов расходов на перевозку пассажиров, и есть пассажирские перевозки, это там дальнее сообщение, региональное сообщение. Вот проблема льготных категорий есть именно в пригородном сообщении, где количество льготников это порядка 40 категорий, и железная дорога не получает компенсацию за перевозку этих пассажиров в полном объеме. По минимальному тарифу, по тому тарифу, который покрывает от 8 до 15 процентов от расходов, зависимо от железной дороги. А с перевозкой льготных категорий в дальнем сообщении проблем нет, количество категорий граждан, которые имеют право на льготный проезд в дальнем сообщении, он небольшой, и эти суммы, как правило, компенсируются перевозчику. А кто должен покрываться? Горсовет, если это межгородские электрички? Если мы говорим о пригородных перевозках, то покрывать должен областная государственная администрация, но им эти деньги перечисляются из государственного бюджета. А изменится эта ситуация, если у нас пройдет дистанализация? Ну, эта ситуация должна была бы измениться, но все будет зависеть от того, как будут перераспределяться средства бюджета. Но хотел обратить внимание на то, что пассажирские перевозки, они убыточные, не только на территории Украины, но и во всем мире. То есть, поскольку железная дорога имеет довольно дорогую инфраструктуру, и все европейские страны, и не только, они компенсируют часть стоимости билета перевозчику за счет либо государственного бюджета, либо местных бюджетов. Особенность Украины в том, что украинские железные дороги не получают компенсации тарифа из государственного и местного бюджетов. К сожалению, та система перекрестного субсидирования, которая есть, она предполагает, что прибыль, которую железная дорога зарабатывает на грузовых перевозках, она идет не на покупку новых вагонов или новых электровозов, не на инвестиции в рельсы или электрификацию, а на покрытие убытков от пассажирских перевозок. Это привело к тому, что железная дорога сейчас находится почти в критическом состоянии. Повторюсь, что в Европе, как правило, покрытие этой разницы идет за счет бюджета, а не за счет других видов деятельности. Вот недавно премьер-министр Ашсен Яценюк тоже говорил насчет Украинской Лизницы. Давайте посмотрим несколько его тезисов. Украинская Лизница И любые попытки приватизации Украинской Лизницы ни у кого не пройдуть. Но это кардинальная изменяя системы менеджмента, управления, и реальная прозорость и борьба с коррупцией в системе Украинской Лизницы. Вагони мы выготовляем сами, рельсы мы выготовляем сами, шпали мы також выготовляем, колеса мы також выготовляем, пари. То есть, фактически уровень локализации по модернизации Украинской Лизницы 100% все делает в Украине. Россия нам перекрыла рынки, но внутренний попыток на вагоны, на локомотивы и на лизническую инфраструктуру неимоверен. Вот наш премьер-министр говорил о том, что Украинская Лизница всегда будет государственной, никогда приватизации не будут подлежать. Тем не менее, в этом месяце начинается процесс того, что новосозданная акционерная компания как раз поглотит Украинскую Лизницу. К чему все такие сложности? На самом деле это приведет к большой кардинальной реформе? Нет, на самом деле ни господин премьер-министр, ни министр Пивоварский, который уже год руководит отраслью, так и не поняли, в чем же суть первого этапа реформы железной дороги. В чем суть создания акционерного общества? На самом деле этот процесс не является корпоратизацией. Первый этап реформы железной дороги, он предполагает объединение активов железнодорожного транспорта, в первую очередь, шести железных дорог, которые у нас разделены по территориальному принципу в один хозяйствующий субъект, в одно юридическое лицо. То есть, если раньше у нас было шесть юридических лиц, там юго-западная железная дорога с центром в Киеве, львовская, одесская, южная с центром в Харькове, преднепровская и донецкая, то вместо них будет создан один хозяйствующий субъект, украинские железные дороги, публичное акционерное общество, 100% акций, которого принадлежит государству. Это позволит упростить систему управления железной дорогой, поскольку, несмотря на то, что было шесть железных дорог, они все равно работали в едином производственном цикле. Но они же все вместе подчинялись непосредственно Укрзалезнице? Да, как государственным органом. Тогда какова цель просто, если они непосредственно подчинялись одному и тому же, одной и той же структуре, смысл просто переименовать? Нет, не переименовать, потому что что такое Укрзалезнице? Укрзалезнице сейчас это такой суррогат между государственным органом и хозяйствующим субъектом. С одной стороны, государственная администрация железнодорожного транспорта это государственный орган, который имеет функции регулирования отрасли, а с другой стороны, это администрация, это как холдинговая компания, которая управляла шестью железными дорогами и 48 предприятиями, которые имеют отношение к железной дороге. Этот этап предполагает, что функции государственного управления, которые были у Укрзалезницы, они перейдут к министерству инфраструктуры и государственному агентству железных дорог, которое должно быть создано, а публичное акционерное общество будет уже просто хозяйствующим субъектом, который объединит все активы воедино и будет из одной точки управлять всем процессом. А не стоит ли ожидать в связи с этим массового увольнения работников? Ну, о сокращении работников неоднократно заявлялось, в частности, министр Пивоварский говорил о том, что будет сокращаться более 100 тысяч сотрудников. Но я думаю, что таких объемов допускать не нужно, поскольку это большой социальный фактор и нам нужно учиться оптимизации персонала по-европейски. Например, немецкие железные дороги, когда они проходили период объединения, они проходили такой же процесс, как сейчас проходит Укрзалезницы. Тут надо сказать, что создание одного субъекта это не изобретение Украины. Это то, что было сделано в Германии, что было сделано в Польше, что было сделано в Российской Федерации, в Казахстане. Это просто процесс, который позволит легче управлять железной дорогой. Так, возвращаясь к немецкому опыту, когда перед ними появилась необходимость сократить количество персонала, они понимали, насколько это болезненный и непростой вопрос. Они решили делать сокращение в длительном периоде. Просто когда человек уходил на пенсию, на его место не брали никого и должность просто ликвидировали. То есть у них этот процесс сокращения персонала занял более 10 лет, но это не привело никакому социальному взрыву. А люди просто на своих местах дорабатывали столько, сколько нужно было. Соответственно, получается, тогда будет меньше выпускников с вузов железнодорожных? Ну, в принципе, учитывая то, что на железной дороге сейчас есть большой кадровый голод именно в вопросе молодых специалистов, то меньше выпускников делать абсолютно не нужно. Тем более, что выпускники железнодорожных вузов, они могут работать не только на государственной УКР-залезнице, они могут работать на предприятиях промышленного железнодорожного транспорта. В принципе, железные дороги у нас есть на многих крупных предприятиях, и там тоже нужны специалисты по железным дорогам, нужны в логистических компаниях, в экспедиторских компаниях. Плюс у нас сейчас треть вагонного парка, грузового вагонного парка, она принадлежит частным компаниям, частным операторам, и им тоже нужны специалисты. — Знаете, во второй части своего интервью Арсений Петрович заявил о том, что у нас очень большой внутренний спрос на производство вагонов. Я просто недавно, вспоминая свою поездку, ездила в Днепропетровск, наша съемочная группа ездила. Честно, я думала, я не доеду. Просто такой древний поезд, я не знаю, куда эти вагоны, о тех вагонах, которые заявляет премьер-мистр, куда они продаются, куда они используются. Потому что, когда мы ехали, там на самом деле все разваливалось. Я помню тот момент, когда оператор просто этот столик в нашем купе обмотал в полотенце, чтобы он просто не рассыпался. Куда же, на самом деле, у нас такой большой спрос на… Нет, опять же, Арсений Яценюк дезинформировал аудиторию, как он это делает регулярно. На самом деле, за последние два года Укрзалезница приобрела всего лишь два новых электропоезда. Это электропоезда Тарпан, о которых я говорил раньше. А кто изготовитель? Крюковский вагоностроительный завод. У нас единственный производитель сейчас пассажирских вагонов и электропоездов – это Крюковский вагоностроительный завод, который находится в городе Кременчуг, Полтавской области. А последний раз пассажирские вагоны Укрзалезница приобретала пять лет назад. Потому, когда Арсений Петрович говорит о том, что есть большой спрос, он просто вводит в заблуждение всех граждан страны. Он им, извините, нагло лжет. Поскольку спрос – это когда есть предприятия, которым не просто нужна эта продукция, а которые готовы ее покупать. Это первая лекция экономической теории. Что такое спрос? Спрос – это когда есть потребность и есть возможность купить. Потому что я думаю, что многие жители Киева могут сказать, что у них есть потребность в квартире, но они не могут ее купить. Значит, это не является спросом. Можете назвать несколько решений, пускай три, которые провело Министерство инфраструктуры, вследствие которых какие-то были позитивные изменения в Укрзалезнице? За последние лет так пять. За последние лет пять, но в первую очередь это запуск скоростных поездов, поскольку граждане Украины получили возможность гораздо быстрее ездить в некоторые города Украины. Например, поездка из Киева во Львов сократилась с 9 часов до 4 часов 55 минут. Да, ну и плюс, если Hyundai по дороге не замерзнет. Ну, смотрите, что касается выбора поездов, то я абсолютно не согласен с тем, что нужно было покупать корейские электропоезда. Наши производители могли в установленные сроки сделать пассажирские вагоны, которые можно было бы использовать на этих маршрутах, приобретя для них там иностранные всего лишь электровозы. Более того, такой поезд локомотивной тяги, состоящий из украинских вагонов и иностранного импортного электровоза, стоил бы в два раза дешевле, чем та сумма, которую правительство заплатило за электропоезда Hyundai корейского производства. Потому выбор подвижного состава однозначно был сделан неправильно, но что касается самого скоростного движения, это был шаг в правильном направлении. И хочу сказать, что когда Укрзалезница вышла на максимальную скорость 160 км в час, мы получили самые быстрые поезда в Восточной Европе, поскольку быстрее поезда не ездили нигде. Только в Польше с декабря прошлого года, вот год назад, были запущены поезда Пиндалина, которые начали ехать немного быстрее, чем поезда на территории страны. Второй большой шаг, который был сделан, это то, что жители Киева получили возможность пользоваться поездами пассажирскими не только на Центральном железнодорожном вокзале, но и на вокзале Дарница и на станции Святошин для поездов львовского направления. Это позволяет киевлянам и гостям столицы экономить полтора-два часа на каждой поездке, поскольку раньше пассажиры, например, которые ехали из Харькова и которым нужно было там напазняки, осокорки или там березняки, могли видеть свои микрорайоны из поезда, но попасть туда могли всего лишь там через час-полтора, пока доедут до Центрального вокзала и приедут на метрополитене обратно. Сейчас эта ситуация существенно изменилась, появилась остановка на станции Дарница, на станции Святошин и уже пассажиры могут выбирать более удобный для себя вокзал. Так это работает во многих европейских столицах, так это работает в Берлине, в Париже, в Варшаве, так что это был большой шаг, большой плюс вперед. Ну и третий момент это появление на сети Укрзалезницы скоростных поездов Тарпан отечественного производства. Это действительно был большой шаг не только для украинских железных дорог, но это был в первую очередь большой шаг для украинского машиностроения. И очень жаль, что все остановилось после приобретения всего лишь двух поездов. Я думаю, что нам ежегодно нужно было бы покупать порядка 10-15 таких электропоездов. Вот у нас разорвано уже прямое воздушное соединение между Россией и Украиной. В сентябре месяце Российская Федерация заявила о том, что они строят ветку железной дороги в обходу к территории Украины. На самой нашей стране это как-то отразится? Ну это отразится таким образом, что мы потеряем порядка 100 рабочих мест. Вот именно в Луганской области, там где линия Миллерово-Журавка проходит через территорию Украины. И также мы потеряем плату, которую Украина получала за аренду этого железнодорожного участка, которую платили российские железные дороги. А приблизительно это сколько было? К сожалению, сумму точно я не подскажу, но этот участок он изолированный, то есть он не соединен с остальной сетью Укрзалезницы. Получается, эта линия, которая идет из Москвы через Курск в Ростов-на-Дону, она на 15 километров входила на территорию Украины. То есть частично там граница проходила по этой железной дороге. Давайте посмотрим небольшое заявление исполняющего обязанности гендиректора Укрзалезницы касательно тех реформ, которые должна провести именно Укрзалезница. Мы рассматриваем сейчас и готовим процедуру по ретельному анализу и разработке заходов направления на сближение обеспечения вантажей. Шляхов тут много. Первый шлях – это нормальная работа с клиентом, обеспечивание потреб, обеспечение технических возможностей вывезения вагонов. По-другому, это введение в действие нормативных документов, которые касаются ОБПП на автомобильном транспорте, чтобы машины, которые везут 100 тонн вагой, не руйнували наши автомобильные дороги. Поэтому есть вопрос, как это сделать, и мы знаем, как это сделать. А вот касательно вопроса загруженности грузовых перевозок. Насколько они востребованы в нашей стране? Они востребованы, но из-за ситуации на востоке страны, из-за того, что Донецк и Луганская область сейчас не полностью контролируются центром и промышленность там не работает, за последние два года существенно снизился объем грузоперевозок. И вот там был момент того, что Укрзалезница планирует запустить свои собственные автобусные рейсы. Это нонсенс, как по мне, какой-то. В принципе, в Европе есть случаи, когда железнодорожные компании, в частности Deutsche Bahn занимаются автобусными перевозками. Но меня смутило другое заявление господина Завгороднева, когда он говорил о выведении пассажирских перевозок на безубыточный уровень. Для того, чтобы это сделать, необходимо тарифы на пассажирские поезда повысить в три раза, что будет огромным ударом по покупательной способности наших граждан. Учитывая то, что тарифы существенно выросли, цены выросли в разы за это время, зарплаты остались у большинства наших соотечественников неизменными, повышение пассажирского тарифа в три раза лишит миллионы наших сограждан возможности путешествовать по стране. Более того, как я уже говорил, в Европе пассажирские перевозки, они везде датируются за счет бюджета. И очень странно, что господин Завгороднев, исполняющий обязанности главы Укрзалезныцы, об этом не знает. То есть получается, для того, чтобы не было никаких убытков, сейчас в среднем, если билет стоит с того же самого Киева в Харьков 220 гривен, повысить его в три раза, получается 680 гривен нужно будет заплатить, дабы Укрзалезныцы не имела никаких убытков. Да, но нужно понимать, что это приведет к существенному снижению пассажиропотока. И в Европе, я повторюсь, тарифы на пассажирские перевозки, они не устанавливаются на экономически обоснованном уровне. Очень жаль, что исполняющий обязанности главы Укрзалезныцы об этом не знает. Спасибо большое, что сегодня были с нами на эфире. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Кава, экзаместитель министра инфраструктуры Украины. Информационный вечер на 17-м канале продолжит выпуск новостей, а после версию с Алексеем Кутеповым. На этом я с вами прощаюсь, оставайтесь 17-м каналом, мы желаем вам мира. Продолжение следует...